Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Коллеги, как всегда, несколько вступительных слов в начале, в основном для тех, кто первый раз приходит на наш вебинар. В самом начале нашего чата располагаются две полезные ссылки. Первый из этих ссылок ведет на расписание вебинаров на первые полугодия 2017 года. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары, которые пройдут до конца июня текущего года, а также посмотреть записи предыдущих вебинаров, которые прошли в этом полугодии. Вторая ссылка – это ссылка на наш учебный канал в YouTube, и на нем будет опубликована запись текущего вебинара. Все вебинары у нас записываются и выкладываются на наш учебный канал в YouTube. Я думаю, что если вы подпишетесь на наш канал, это будет правильно, и вы будете получать всю информацию, всю видеоинформацию о наших вебинарах и о прочих видеособытиях компании Директ Медиа. Сегодняшнюю презентацию можно скачать прямо отсюда, из вебинарной комнаты. Для этого вам надо посмотреть вот сюда. Здесь есть ряд кнопочек управляемых, но это примерное направление. Я стрелкой показал ряд управляющих кнопочек в виде поднятой руки, смайлика и третья кнопка в виде открывающейся папки. Нажимая последовательно на эту кнопку, можно открывать или закрывать окно ресурса, которое располагается справа от презентации. В окне ресурса есть несколько строк. Такими шариками обозначаются ссылки, а дискеты обозначаются презентации. Для того, чтобы скачать презентацию, надо нажать на дискету. Обращаю ваше внимание не на название, а на дискету. Тогда появится приглашение на скачку этой презентации. Презентацию вы можете использовать по своему усмотрению. Единственная наша просьба – это указывать происхождение презентации автора и нашу компанию, когда вы будете использовать презентацию частично или полностью. Еще тоже обычное наше объявление о том, что все присутствующие на нашем вебинаре получат бесплатные именные сертификаты. Придет ссылка на ваш электронный адрес, по которому вы зарегистрировались. Надо будет перейти по этому адресу, зарегистрироваться или войти в наш портал. И там вы увидите ссылку на скачку вашего именного сертификата. Ну что ж, все, вводная часть закончилась. Давайте поговорим о теме нашего сегодняшнего вебинара. Это электронное обучение. Речь пойдет, с одной стороны, о нашей университетской библиотеке онлайн. С другой стороны, конечно, электронное обучение, осуществляемое компанией Директ Медиа, но несколько шире, чем наш бренд университетская библиотека онлайн. И сегодня мы постараемся поговорить обо всем. Ну, прежде всего, так получилось, что одна из главных направлений нашего электронного обучения – это наша программа вебинаров. Вот за 16-17 учебный год нами будет проведено, ну, уже почти мы эту цифру догнали, более 100 вебинаров различной тематики. Это впервые мы это делаем, такая беспрецедентная по объему и охвату программы вебинаров у нас. И мы обещаем, что в будущем году это все тоже будет продолжаться, будем знакомить вас с интересными темами. Но мы уже как-то, вебинары настолько хорошо входят в нашу жизнь. Спасибо, спасибо, Елена Борисовна. Настолько вошли в нашу жизнь, как обычная процедура, мы забываем о том, что, вообще говоря, вебинары – это есть неотъемлемая часть электронного обучения. И как-то вот из-под воль за последние, ну, вот, наверное, 10 лет, да, когда это началось, а реально где-то за последние 5 лет, эта форма электронного обучения от достаточно редко встречающейся и такой пробной, что ли, перешла в состав основных средств почти любой компании, которая занимается чем-то связанным с интернетом, ну, или даже нет, да. То есть, я предлагаю просто посмотреть, вот, немножко ретроспективно, да, насколько преобразовалась наша действительность в плане обучения, в том числе, например, в плане корпоративного обучения, или в плане, вот, такой программы, как ведем мы, вот, что было 5 лет назад и что стало сейчас, да. Эта технология полностью перевернула наши отношения не только с клиентами и даже с потенциальными клиентами, но вообще с широкой массой людей, которые имеют отношение к вузам, ну, вот, к нашей тематике в широком смысле этого слова. А разве могли бы мы 5 лет назад без вебинаров организовать 100 семинаров на любой территории, в реальном физическом зале, да, да еще и пригласить всех вас? Да, ну, во-первых, физически не все могут прийти, во-вторых, совсем не все находятся в Москве или в том месте, где мы организовывали бы вебинар. А так мы можем вот так вот 100 раз в году собрать примерно там по 100 человек, по 50, иногда по 20, иногда не хватает и 100 мест, которые в нашей комнате. Да, вот именно об этом я и хотел сказать, что это действительно революция в коммуникации. Поэтому надо это вот немножко осознать. Я не пытаюсь здесь сейчас хвалиться за компанию Директ Медиа, да, мы пошли достаточно стандартным путем, но пытаемся этот стандартный путь. Я вот сейчас просто немножко пытаюсь донести до вас, это достаточно эффективный и при этом достаточно дешевый способ коммуникации, при помощи которого можно поддерживать вот эти вот, действительно, повторю это слово, которое в чате прозвучало, научные и учебные коммуникации с огромным количеством людей. И это за последний год вот был сделан этот шаг к нашей компании, и мы считаем, что это вот, несмотря на то, что в основном нам придется говорить о других формах, электронного обучения, да, что вот эта технология электронного обучения изменила нашу собственную, наш собственный подход и наши собственные приоритеты в электронном обучении вообще. Ну, давайте немножко еще коснемся из шести циклов вебинаров, которые у нас, да, я забыл сказать, вернусь на один слайд назад, что у нас 100 вебинаров, это только тех, которые ведутся непосредственно, как бы это сказать, у нас есть два больших пула. Один из них веду я, я не представился, может быть, кто-то меня не знает, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. Это вот как раз вторая строчка. И еще большой пул вебинаров ведется от имени нашего портала Директ Академии. Мы решили не объединять, чтобы не объединять эти два направления, чтобы не делать совсем уж неподъемной нашу программу. Это два отдельных проекта, ведут два разных человека. В Директ Академию ведет Юрий Николаевич Белоножкин, тоже интересные вебинары у него там. Я думаю, что если брать по совокупности, то получится около 150 вебинаров в год. Итак, вот в тех 100 вебинарах, о которых я говорил, электронному обучению из шести циклов посвящены два. И о них в основном о первом, электронное обучение, мы сейчас поговорим. Что же конкретно? Тем более, что этот цикл, он в основном развивается в том смысле, что в этом полугодии ему пока было посвящено меньшая часть вебинаров, а большая часть вебинаров нам предстоит в апреле, мае и частично июне этого года. Да, ну вот для, опять же, сопроводительно и, опять же, имея направленность на электронное обучение, мы сделали для наших вебинаров страницу расписания с интерактивной регистрацией. Как вы видите, это тоже очень удобный прием. И, кстати, о нем мы будем сегодня еще говорить, когда будем рассказывать об одном из вебинаров серии электронное обучение. В виде интерактивного таймлайна сделано расписание, в нем его можно листать вперед-назад. И старые вебинары вот здесь вот можно смотреть, тыкая по вот этой вот надписи «смотреть запись», а новые вебинары вместо «смотреть запись» будет зарегистрироваться слово. Вот такая вот интерактивная форма расписания, она нам применяется уже достаточно в разных проектах, достаточно подробно. И про нее мы сегодня еще будем говорить уже не с точки зрения расписания вебинаров, а с точки зрения, как это можно сделать. Да, ну, опять же, с этого года мы стали выдавать бесплатные сертификаты, и это в некотором смысле тоже технология электронного обучения, когда сертификаты публикуются почти автоматически, на основе ваших данных, зарегистрированных, и производится вот такое вот массовое производство этих сертификатов, что позволило нам в этом полугодии сделать сертификаты бесплатными для вас и, возможно, более привлекательными наши вебинары по этому. Ну что ж, а сегодня все-таки мы поговорим не о всем пуле наших вебинаров, а только о тех вебинарах, которые представляют цикл электронное обучение. Так, где он, да, что-то пропал какой-то один, по-моему, кадр, ну, ничего, ладно. Итак, цикл электронное обучение. Какие темы уже были освещены? Я не буду говорить за весь год, там слишком много надо говорить, а вот только о полугодии. Несколько вебинаров, которые прочел Дмитрий Кречман, руководитель, директор по маркетингу компании «Гиперметод», наш хороший, как бы это сказать, партнер, мы с ним много сотрудничаем, как лично, так и компания «Директ Медиа» с компанией «Гиперметод» сотрудничает во многих проектах. Так вот, его темы были «Как организовать информационно-образовательную среду в ВУЗе», «Как сделать электронный курс за час». Вот очень интересный был вебинар. Да, я, кстати, хочу сказать, что вот эти все строки, конечно, по каждой из этих строк я не привожу ссылку, но пройдя в наш, вот по второй ссылке, которая была приведена в чате в самом начале, на наш учебный портал в Ютьюбе, вы можете все эти темы посмотреть в плейлисте вебинара, они все есть, поэтому это не просто информация о том, что было, но и если кто-то из вас пропустил, то, пожалуйста, пересмотрите этот вебинар, это будет тоже очень-очень полезно. Итак, вот четвертый вебинар для специалистов в электронном обучении достаточно полезный был, он такой уже углубленный, это о технологии Тинькан, «Как использовать технологию в образовательном процессе и зачем». Ну и вебинар под названием «Как организовать проектное обучение в ВУЗе». Также был вебинар «Креативные технологии в электронном обучении», его ввели эксперты, приглашенные Юрием Николаевичем Белоножкиным. Вот, а что будет, что нас ожидает? Нас ожидает достаточно большое количество вебинаров еще, так получилось, что при верстке нашего расписания цикл электронного обучения был слегка сдвинут в сторону, его центр был слегка сдвинут в сторону весенних и летних месяцев. может быть это и хорошо, потому что теперь многие из вебинаров, связанных друг с другом, ложатся как такие небольшие бесплатные электронные учебные курсы, и об этом мы сейчас с вами поговорим еще отдельно. Так или иначе, вот целых 9 вебинаров будет в ближайшее время, начиная буквально с послезавтрашнего дня. Давайте разобьем это на кусочки. Сначала я, да, вот 4 основных спикера занимаются у нас проблемой электронного обучения. Это Юрий Николаевич Белоножкин, специалист в электронном обучении с огромным опытом, в основном, ну не в основном, его основное направление деятельности это LMS Moodle, ну и вообще он курирует направление у нас Директ Академии, о котором мы чуть попозже поговорим. Дмитрий Кречман, я о нем говорил уже, это директор по маркетингу компании Гиперметод, ну а так, по большому счету, это лицо компании, уже, наверное, лет 20, как эта компания существует, если не больше, и Дмитрия я знаю именно с этих времен. Это один из лучших экспертов в области электронного обучения, и в этом полугодии он для нас согласился прочесть 6 вебинаров. Ну вот предстоит еще, еще один, по-моему, вебинар, вот этот вот управление знаниями с помощью сообществ по интересам. А, нет, предстоит еще два вебинара, но не все они относятся, прошу прощения, в июне будет еще один вебинар, но не все они относятся к циклу электронного обучения. Ну и еще один наш эксперт, который обещал нам прочесть вебинар, Олег Белайчук из компании 1С, ведущий разработчик мультимедиа. Его тема будет разработка интерактивного образовательного контента, типичные ошибки и упущенные возможности. Ну, тема очень близкая к тому, к той тематике, которую веду я. Я четвертый спикер, который ведет цикл электронного обучения, и вот так получилось, что как раз в ближайшее время мои вебинары будут основными. Давайте как раз про них поговорим. Во-первых, это три вебинара, посвященные основам учебного видео. Так получилось, что эти три вебинара ложатся... Ну, собственно, что значит получилось, да? Я сам верстал этот цикл наших вебинаров, да? И поэтому я специально сделал так, что вот эти три вебинара, они связаны друг с другом и посвящены учебному видео. Ну, учебное видео – это то, что в последнее время стало особенно популярным. И не зря оно стало особенно популярным. Дело в том, что произошло взаимное движение навстречу друг другу. С одной стороны, все мы начинаем прямо в интернете потреблять огромное количество видеоинформации и начинаем понимать, что если раньше мы в основном читали тексты, потом смотрели тексты и картинки, то теперь мы очень много смотрим видеоотрывков различных. Учебных, неучебных – это не важно. А с другой стороны, сама технология записи учебного видео, да, она шагнула вперед. Вот сейчас мы смотрим вебинары, вы видите мое изображение. Когда-то мы вели вебинары с одним только голосом начинали, потом появились примитивные видеокамеры, где было все размыто. Сейчас уже можно купить буквально за полторы тысячи рублей, а то даже и дешевле, видеокамеру с хорошим разрешением, которая дает хорошую четкость, и записывать видео буквально в своей комнате, не выходя далеко, делая ее такой мини-студией. Ну и не обязательно даже записывать себя. Учебное видео можно делать десятками различных способов. И вот как раз, да, как раз этому посвящен первый вебинар – «Как выбрать формат учебного видео». Хочу сказать, что вот эти вот три вебинара, они немножко в упрощенной форме повторяют большой мой учебный курс, который мы традиционно проводим в осени, где-то в октябре-ноябре, совместно с компанией «Ракурс», который называется «Учебное видео. От идеи до воплощения». Это курс большой, на 10 вебинаров, с большим количеством контента и с индивидуальной работой. Ну, а это такая вот бесплатная версия этого курса. Ну, не всего, конечно, курса, а очень-очень упрощенно некоторых частей этого курса. Тем не менее, я выделил то, что можно дать быстро, просто и большому количеству людей вот в эти вот три вебинара. Первый из них – «Как выбрать формат учебного видео», посвящен вообще изучению вопроса «А какое же учебное видео существует?» Потому что, как оказывается, те, кто уже готов сами записывать учебное видео, не до конца еще представляют вообще, какие виды учебного видео существуют. Оказывается, просто для того, чтобы показать, какие виды существуют, нужно посмотреть как минимум под сотню различных примеров. Их можно классифицировать примерно на десяток различных видов, и каждый вид еще на несколько подвидов. И мы понимаем, что на самом деле это целая огромная область, в которую входит и запись студийная, и запись не студийная с веб-камеры, и скринкасты, запись экрана, и анимация различная, причем частично та, которую можно сделать своими силами, не всю, конечно, можно сделать своими силами, и различные видеокомиксы и много-много других демонстраций опытов или вообще демонстрации записей синхронных мероприятий. Вот как, например, сейчас проводится вебинар, а его запись потом будет выложена на учебный портал. И информация с камер объективного наблюдения, смонтированная соответствующим образом, ну и так далее. Второй вебинар из этой серии будет посвящен то, что в видеоиндустрии называется препродакшн, то есть то, что происходит до того, как начинается, собственно, произносится слово «мотор» и включается камера. Это очень важный процесс, который определяет качество будущего вашего видеоролика. Ну и третий вебинар будет посвящен тем инструментам, при помощи которых можно записать видеоролик. Вот, собственно, и все. Так достаточно, да, причем в основном речь пойдет о том, о тех инструментах, которые бесплатно существуют. Вот это все доступно сейчас, есть, и этим можно пользоваться. Не войдет в эту трилогию нашу все, что связано с монтажом видео. Это более уже сложные вопросы. Если кто-то заинтересуется, я приглашаю на осенний курс, который, я надеюсь, состоится. А так вот, я думаю, что вот эти три вебинара, как введение в учебное видео, они будут полезны каждому преподавателю, который задумывался над вопросом авторства в учебном контенте. А, ну и вторая, вторая уже не трилогия, а четыре вебинара. Они, их можно объединить. Это тоже буду вести я. Их можно объединить. Да, давайте я по поводу той трилогии, которую я только что вам рассказал, про учебное видео, я дам вам вот эту вот информацию. Так, почему-то выключился режим цвета. Одну минутку. Вот так вот. То есть можете, если хотите, прямо сейчас записаться на эти вебинары. Ну или я прошу, если вы транслируете эту информацию потом своим коллегам, просто эти ссылочки им передать. И вот эти вот четыре вебинара, они посвящены интерактивности и мультимедиа в электронном обучении. Это, может быть, не такой стройный ряд вебинаров, которые один из другого вытекает. Их можно все рассматривать в отдельности, но с другой стороны, все вчетвером они ложатся вот в такой тоже хороший пакет, который посвящен в основном инструментарию для создания интерактивных и мультимедийных элементов контента. Речь пойдет именно об элементах контента, потому что сборка этих элементов – это особый разговор. И, ну, может быть, коснемся как-то тоже и этого вопроса тоже. Первый вебинар, он такой, достаточно, как бы вам сказать, общий и вводящий в курсы интерактивности. Второй вебинар показывает быстро, но обзорно, показывает обзор инструментов, бесплатных инструментов для разработки учебного контента. Тоже очень интересный должен быть вебинар, но именно обзорный. В нем мы подробно на каждом не остановимся инструменте. И два последних вебинара, они более подробные по тем инструментам, которые наиболее интересны. Ну, конечно, нельзя выбрать два инструмента, которые наиболее интересны, но, тем не менее, те, которые я выдвигаю на передний план – это изготовление таймлайнов, то есть осей времени. Вот в деятельности нашей компании в последнее время таймлайны применяются очень активно. Это и расписание к вебинарам, как вы видели, на основе интерактивного таймлайна сделано, и ряд наших проектов в ортотеке сделаны на основе таймлайнов. В общем, это очень хороший инструмент, при помощи которого можно ввести в любой образовательный контент контекст времени. Я сейчас не буду говорить об этом подробно, да, о том, что почти в каждую науку, в каждый предмет можно ввести контекст времени. Это не только контекст историчности, который, опять же, любая наука, даже если она не является историей, она имеет свою историю, и о ней имеет смысл рассказать. Но это иногда и непосредственно какие-то развития процессов, которые можно показать во времени. И вообще временной контекст – это очень важный контекст для обучения во многих областях. Ну и четвертый, последний вебинар в июне уже, который состоит, это «Интерактивные путешествия». Тоже область, которую мы в последнее время применяем достаточно часто. Ну, для тех, кто не ходил на вебинары, посвященные нашей ортотеке, вот сейчас скопирую ссылку, чтобы показать, о чем примерно идет речь. Вот пример такого интерактивного путешествия. Это пример из области искусствоведения, ну или просто из области искусства. Но не обязательно эту технологию использовать только для подобных применений. Можно придумать огромное количество применений, где сейчас используются фотографии высокой четкости. и в этой области создать вот подобные интерактивные путешествия с выделением отдельных кусочков изображения, пояснений к ним. И вот наездов камерой на определенный участок без потери качества изображения. Опять же, подробно поговорим для тех, кто интересуется вот в момент проведения данного вебинара. Ну вот, я попытался о своих вебинарах достаточно подробно рассказать. Ну, хотя бы только для того, чтобы вас заинтересовать этой темой, так как эти темы для меня не новые. Они почти все входят в мои учебные курсы. И, наверное, вот сейчас об одном из этих курсов я хотел бы вам сказать. Этот курс, опять же, вместе с компанией, ракурс состоится, начнется 23 мая. Это такой уже серьезный курс, большой серьезный курс. Я его назвал «Профессиональная разработка электронного учебного контента 2». Только примерно месяц назад закончился курс «Профессиональная разработка электронного учебного контента». Ну, условно говоря, один. А это его не столько продолжение, сколько такое независимое расширение. Если первый курс был посвящен, он был более мозаичный, что ли, да, большее количество инструментов было дано для тех, кто впервые знакомится с темой, то этот курс здесь меньшее количество инструментов, но по некоторым из них дано очень подробное рассмотрение. Ну, например, теме электронного публикатора «Тильда» будет посвящено 5 вебинаров, 5 тем. Это очень интересный инструмент, который я и сам применяю постоянно и советую всем своим слушателям применять в качестве инструмента не только для создания каких-то материалов характера, промо-характера, но и, собственно, для электронного обучения, для формирования контента для электронного обучения. Ну, вот с появлением этого инструмента, вот два года я его знаю и использую, я перестал использовать любые другие средства для формирования учебного контента, для агрегирования учебного контента, перестал использовать систему дистанционного обучения, вот, и обхожусь только вот связкой вебинары и страницей, созданной в «Тильде». Вот, ну, кому интересно, перейдите по этой ссылке, посмотрите, там подробная программа, подробное описание, обоснование, почему именно это направление, на мой взгляд, будет интересно. Это для тех, кто решил достаточно серьезно заняться разработкой электронного учебного контента. На курс приглашаются как отдельные физические лица, так и юридические лица. Если есть возможность и желание договориться на уровне вашего вуза, тоже милости просим на этот курс, надеюсь, это будет интересно. Ну, все, про себя, наверное, все. Теперь про наших партнеров. Наша компания «Директ Медиа» является генеральным партнером общественной организации профессионала дистанционного обучения, и вот в этом тоже проявляется наше отношение к электронному обучению. Ну, вообще, да, есть несколько терминов. Дистанционное обучение. Вообще, вот то, о чем мы сегодня говорим, не повезло этому направлению, постоянно меняется терминология. Началась терминология с терминологии... Начали мы где-то лет 15 назад с термина «дистантное обучение», потом стали говорить «дистанционное обучение», потом стали говорить «электронное обучение», хотя электронное обучение несколько шире вообще, чем дистанционное обучение. Сейчас часто говорим «онлайн обучение», выделяя именно ту часть электронного обучения, которая производится через сеть глобальную, тем не менее, это примерно все одно и то же, поэтому, если я иногда буду употреблять слово «электронное», иногда «дистанционное», иногда «онлайн», имейте в виду, что это, в принципе, одно и то же. Так вот, существует такая общественная организация, некоммерческая, профессионалы дистанционного обучения, куда входит большое количество людей, чья жизнь так или иначе связана с дистанционным обучением, либо профессионально, либо любительское какое-то отношение. Есть там и организаторы электронного обучения, и непосредственно специалисты, есть люди, которые потребляют услуги электронного обучения. В общем, очень большая такая интересная компания. И в Фейсбуке существует группа этого профессионального сообщества. Так, а вот я, к сожалению, эту группу не вывел. Давайте я вам сейчас сделаю, выведу в чат ее. Одну минутку. Где же она у нас? Да, вот. Одну минутку. Вот эта группа. Я всех приглашаю в нее. Очень интересная группа. В ней сейчас около 7 тысяч членов этой группы. Постоянно что-то интересное новое происходит. И чтобы быть в курсе событий по электронному обучению, я думаю, это вам будет очень интересно. Ну и в частности, ваш покорный слуга, а также Юрий Николаевич Белоножкин, который тоже работает для нашей компании. Мы являемся вице-президентами этой общественной организации. Юрий Николаевич даже первый вице-президент. Конечно, может быть, немножко смешно звучат эти названия. Но, тем не менее, мы пытаемся там какую-то структуру поддерживать. И вот есть люди, которые больше времени уделяют работе в этой группе. И вот они наделены такими названиями. Второй большой проект. Ну, собственно, не второй, как бы это сказать. Чисто, наверное, по-исторически это был проект единственный. То, с чего и начиналось увлечение электронным обучением в компании Директ Медиа. Сейчас это называют... Раньше этот проект назывался «Электронные курсы». Сейчас он называется проект «Директ Академия». Сейчас это называется «Директ Академия». И это наш учебный портал, который является совершенно отдельным продуктом и направлением, проектом компании Директ Медиа. Основан он на технологии Moodle. Это система дистанционного обучения, но не только. Потому что на основе Moodle, по сути дела, поднят такой вот образовательный портал. И смысл его в том, чтобы привлечь преподавателей, в основном вузовских преподавателей, но не обязательно, в нашу систему, научить их там создавать электронные учебные курсы. И с теми из них, у кого эти электронные курсы получились, выйти на монетизацию, каким-то образом совместно эти курсы продавать и к общему удовлетворению получать совместную прибыль. Здесь я показываю кусочек презентации, который, собственно, от Директ Академии. И вот тут обращение к преподавателю. Если вы преподаватель, то и хотите обучать в онлайн, то мы предлагаем вам вот это вот направление. Оно в основном бесплатное. То есть вы можете прийти и получить базовые консультации бесплатно. Как раз этим занимается Юрий Николаевич Белоножкин. И помочь вам создавать свой контент в нашей системе. Как я уже говорил, среда обучения у нас Moodle. Ну, не самая последняя версия, но одна из самых последних Moodle 2.8. Кроме того, ну здорово, да. Кроме того, Юрий Николаевич вообще большой энтузиаст Moodle. Поэтому в этом Moodle поднято большое количество разных дополнений, плагинов, да. Которые улучшают среду. Делают ее более качественной, более красивой. И позволяют использовать ее более активно. Да, ну вообще, хочу сказать, что вот Moodle, ну для тех, кто не знает, Moodle это бесплатная система дистанционного обучения, которая поддерживается сообществом некоторым. И, соответственно, сообщество пишет целую огромную вереницу дополнений, которые можно установить в этом продукте. Которая каким-то образом расширяет ее возможности. Вот, в частности, те сертификаты, которые вы получаете, бесплатные имены, они как раз выполняются одним из плагинов к системе Moodle. Ну, таких плагинов очень много, связанных и с различными технологиями тестирования. Базовые технологии в самом Moodle есть, а есть некоторые расширенные вещи. И с различными практиками в электронном обучении. В общем, много-много-много. Юрий Николаевич вам расскажет, если вы захотите. У нас в нашем, на нашем видеопортале осуществлена интеграция с нашей ЭБС. Чуть попозже я покажу вам пример этой интеграции. Суть ее в том, что вы можете взять произвольный кусочек книги из электронной библиотечной системы и вставить его в свой электронный курс. Вставить не копипейстом, это было бы нарушением авторских прав, а вставить просто читалку посредством специального кода, читалку из университетской библиотеки онлайн в то место курса, где вы хотите, чтобы показывался ваш отрывок из какой-то книги. Причем это может быть не обязательно ваша книга, а любая книга, потому что вставка этой читалки, в чем, собственно, разница между тем, чтобы просто копипейстом вставить текст или вставить вот эту читалку. Дело в том, что когда вы вставляете читалку с фрагментом текста, то по каждому клику производится некая операция в нашей ЭБС и автору насчитывается лишний клик. И, соответственно, в тот момент, когда происходит расчет за авторские права, эти клики все учитываются. То есть это вполне реальный законный способ создания производных произведений на основе набора каких-то книг. Да, ну вот статистика нашего портала. Это не университетской библиотеки онлайн, а как раз директ-академии. Сколько тут курсов, сколько пользователей. Ну, конечно, не все эти пользователи активные. И не все эти 650 курсов доведены до состояния, которые можно монетизировать. Есть меньшая часть активных, как всегда, есть некое базовое количество людей, и из них процентов 5 проявляют какую-то активность. Ну, вот так примерно и у нас. И у вас мы как раз хотим, чтобы вы вошли в активную часть. Если вы сейчас находитесь в пассивной части или вообще не в этом портале, то, пожалуйста, приходите. Главная наша цель – это контентное расширение от учебника к электронным курсам, как к магистральному пути развития формы учебного контента. Да, ну вот тут, конечно, показан наш взгляд, взгляд специалистов по электронному обучению. Да, Юлия Борисовна, конечно, можно будет. Если у вас нет пока электронной почты, в конце вы увидите ее. Мы, специалисты по электронному обучению, конечно, видим путь от учебника к электронному курсу как магистральный. И даже я бы больше сказал, наверное, в последнее время мы уже говорим не столько об электронном курсе, как об электронном контенте вообще. Потому что электронный контент, он такой многоликий. И курс – это только его, одна из его ипостасей. Удобная для понимания руководителей высшего образования. Удобная для понимания корпоративного обучения. И удобная для продажи. То есть это такая единица, которую легко оперировать. Реальный же уже учебный контент, он гораздо более многоликий. Он, во-первых, не заканчивается на электронном курсе. А можно делать всю программу, линейку курсов, которая будет связана между собой гораздо сильнее, чем просто отдельные дисциплины друг с другом. Можно, наоборот, делать какие-то мелкие части, которые будут обучать отдельным простым действиям. Вот вы посмотрите, что сейчас происходит, например, просто в Ютьюбе. Дети сами выходят в Ютьюб, записывают ролики, которые обучают их чему-то простому. Ну, в простейшем случае, например, это прохождение какой-то игры. Но это же обучение. Понимаете, они сами учат друг друга посредством очень коротких роликов, пятиминутных. Это тоже обучение. И это совсем не электронный курс. Это просто электронный учебный контент. Вот, ну, да, я немножко увлекся, наверное, да. Все-таки наш проект Директ Академия больше ориентирован на курсы. Вот, и здесь мы видим то, что учебник это, конечно, хорошо, но надо идти дальше и делать, вводить какой-то интерактив, вводить автоматизированные системы контроля и делать из учебника уже средства для коммуникации между преподавателем и студентом на основе современных онлайн инструментов. Да, ну, вот здесь совокупность наших предложений. Это и интеграция Moodle с EBS, и мы можем Moodle поставить для вашего вуза, и техподдержка, и курсы в аренду, и много-много всего другого. Да, вот этот кадр посвящен более подробно тому элементу, о котором я говорил, об интеграции Moodle с EBS. И, наверное, на следующем карте... Так, а почему же это здесь нет? Да, надо было здесь поставить другой слайд, он появится чуть попозже, тогда это я пропущу пока. Еще раз повторюсь, если вы преподаватель, хотите обучать онлайн и имеете такую мысль монетизировать свой образовательный контент, может быть, не обязательно через свой вуз, а на широком рынке, B2C, как у нас говорится, да, то есть... Нет, в данном случае, наверное, даже не B2C, а C2C, то есть от человека к человеку. Да, почему бы не попробовать, да, то тогда мы вас приглашаем попробовать разработать контент на нашей платформе и начинать его каким-то образом монетизировать. Ну, а если даже не монетизировать, имейте в виду, что электронное обучение, оно иногда монетизируется другим образом, да. Внутри ваших вузов вы ведь тоже в некотором смысле ведете, у вас тоже есть какие-то конкурентные преимущества перед другими преподавателями. Так вот, овладение технологией электронного обучения – это ваше конкурентное преимущество, которое вы можете использовать перед вашим работодателем. Вот, даже в том случае, если монетизация на свободном рынке, она по каким-то причинам пока не проходит. С чего начать работу? Просто приходите на Директ Академию, а я, кстати, по-моему, не продублировал, не продублировал это вот сюда. Вот она, Директ Академия. Заходите сюда, находите в верхнем меню пункт меню «Авторам» и делаете запрос на создание своего учебного курса. После этого там появляется, этот запрос приходит нашему консультанту, он вам ответит и дальше все расскажет, как делать. Я вот только, честно говоря, не помню. Сначала надо авторизоваться, то есть зарегистрироваться, или это можно сделать прямо в процессе вот этого действия. К сожалению, не помню, как это делается сейчас. Но авторизуйтесь, хуже не будет. Да, здесь еще раз расписана вот эта вот последовательность действия. Сначала вы делаете запрос на создание курса, потом разрабатываете и наполняете контентом свой курс. Потом, если это прошло удачно, наши консультанты этот курс просматривают, и если он достаточно хорош, мы заключаем договор, а дальше пробуем его реализовать. Да, ну и надо иметь в виду, что вы всегда можете воспользоваться так называемой песочницей. То есть все, что вы делаете в LMS, оно автоматически не становится видно всем. Вы сначала создаете свой курс, который никому не виден, пробуете там, делаете всякие ляпы, ошибки. И только после того, как вы что-то создали, вы можете этот курс обнародовать. Да, итак, вот как раз тот кусочек, который посвящен интеграции электронной библиотечной системы и системы дистанционного обучения. Вот кусочек нашей читалки, которая в EBS, вы видите. И наверху есть вот такая кнопочка, обведенная зеленым. Эта кнопка называется «Получить код вставки». Когда этот код вы получаете, вас запрашивают количество страниц, которые вы хотите взять, с какой страницы, по какую. Если вы используете нашу LMS, вы можете вставить любое количество страниц из книги. Если вы хотите эту вставку вставить в какой-то внешний посторонний ресурс, такой как ваш сайт, сайт вашего вуза, ваш блог и так далее, то тогда ограничение в три страницы. Это получается обширное цитирование. Три страницы все-таки это тоже достаточно много. Но в LMS можно вставлять, в систему дистанционного обучения можно вставлять любой кусок. Копируете этот код вставки, вставляете в Moodle, в свой курс и получаете вот такую вот читалку уже внутри вашего курса, которая воспроизводит именно тот кусочек текста из нужной вам книги, который необходим. У нас, кстати, сейчас я вам показывать не буду, но на нашем учебном портале на YouTube есть специальный ролик, который поясняет, как это делать достаточно подробно. Ну, ролик небольшой, минут 10, если не изменяет память, может даже меньше. Есть в нашей Директ-Академии коллекция обучающего видео. Она там, правда, не очень системно подобрана, но можно посмотреть много интересного прямо оттуда. Большинство из этого есть, правда, на нашем видеопортале на YouTube, но часть роликов, особенно посвященные самому Moodle и работе в нем, есть вот только вот этой коллекцией обучающего видео. Юрий Николаевич Белоножкин прикладывает большие усилия для того, чтобы там собрать большое количество материалов, видеоматериалов необходимых. И это тоже очень полезный ресурс, на мой взгляд. Так, вот это вот, наверное, уже не надо. Да, вот те, кто хочет, может также скачать презентацию и вот по этим ссылкам перейти. Это мои ролики, которые посвящены созданию интерактивных курсов Moodle. Там показывается, как различные интерактивные элементы вставлять в курс на Moodle. Общая продолжительность примерно полчаса. Думаю, не займет много времени. Если вам интересно, это будет хорошо. Как можно получить сертификат о прохождении курса? Ну, чтобы получить сертификат о прохождении именно курса, надо на этот курс записаться, зарегистрироваться. Что касается... Вообще курсы разные есть, да? То есть есть курсы... Сейчас об этом пойдет речь. Есть курсы платные, есть курсы бесплатные, есть курсы, которые мы, ну, в частности, я делаю совместно с другими компаниями. Тут вот есть варианты. Ну, в любом случае, на курс надо зарегистрироваться на любой, чтобы получить сертификат. Итак, вот для тех, кто придет в наш... на нашу Директ-Академию, действует вот этот вот бесплатный курс. Этот бесплатный курс записан... Сейчас, подождите, я выделю его. Вот он. Его тоже Юрий Николаевич Белоножкин сделал. Он представляет из себя набор учебных видеоматериалов. Ну, и также сам Юрий Николаевич консультирует этот курс. То есть он всегда находится в... в онлайн-режиме, в нашей Директ-Академии в ближнем доступе, так сказать, как консультант. И вот такой вот есть еще курс. Ну, в настоящий момент он проводится по требованию, то есть не по... Несколько раз мы его проводили привязанным к временным датам. Сейчас такого нет. Ну, спрашивайте более подробный курс «Педагогический процесс в LMS Moodle». Вот такой вот более продвинутый курс по Moodle. Вообще по Moodle, конечно, говорить тоже очень много можно. В зависимости от степени вашего погружения в проблему. Я видел даже учебные программы на 720 часов, посвященные одному только Moodle. Вот. Ну, вам, как... Если вы хотите просто создавать курсы и обучать, конечно, такое сильное погружение в Moodle не нужно. Вот. Можно обойтись более простыми средствами. Ну, и вот несколько курсов, которые проходят в нашей Директ-Академии, это как раз те люди, которые создали курсы в нашем Moodle и предлагают их сейчас пройтись. Среди этих курсов есть платные, есть бесплатные. Есть те, которые привязаны к дате, есть те, которые не привязаны к дате. Вот. Один из курсов, который начнется вот-вот, 25-го, это завтра, значит, дизайн интерьера. Авторов для этих курсов подбирает тоже Юрий Николаевич Белоножкин. Вот. Уже достаточное количество авторов у нас собралось. Еще один курс шаг за шагом от картинки в прямом эфире до профессиональной студии. Курс с 15-го апреля идет. Ну, вот, не знаю, надо... Это курс лично Юрия Николаевича. Надо с ним связаться. Возможно, еще... А, нет, вот написано начало обучения 20-го, 0-4-го. Видимо, еще можно подключиться, если есть. Все эти курсы находятся в ценовой категории достаточно доступной. Вот. И они достаточно быстрые. Курсы не... не длинные. Еще один курс управления качеством электронного курса. Это... Что говорится, спрашивайте. То есть он без конкретной даты начала. Вот тема, которую, как я знаю, Юрий Николаевич активно разрабатывал сам. Видимо, это курс тоже его. Онлайн-чаты и боты в обучении. Для всех это тоже без конкретной даты начала. Очень интересная тема, связанная с тем, что онлайн-боты сейчас начали применяться для обучения. Дело в том, что большинство вопросов слушателей, они... ну, от 60 до 90 процентов, вот, по моему ощущению, они очень стандартны. И если понять, о чем слушатель спрашивает, то можно эту часть работы автоматизировать. И вот создание таких онлайн-ботов позволяет автоматизировать работу консультанта. и сосредоточиться ему только на специфических вопросах. А большинство вопросов стандартных оставить на вот такого вот онлайн-бота. Ну, это, конечно, красиво звучит. Не всегда это можно реализовать, но уже в этом направлении много есть продвижений. Так что, кто интересуется, приходите. Вот, на мой взгляд, достаточно интересный будет курс. Это сценарий, это просто искусство создания блестящих текстов. Ну, вот, по мне, это очень интересный курс, который бы дополнил, например, инструментарий для видео, для учебного видео. Вот, когда мы работаем с учебным видео, конечно, сценарий, это отдельный вопрос. Когда мы создаем сценарий для нашего учебного видео, а не просто записываем учебное видео наподобие наших лекций для студентов, это, конечно, здорово, и это сразу приводит к хорошим результатам, и качество повышается сильно. Вот, поэтому я надеюсь, что этот курс будет достаточно интересным. Он тоже скоро начинается, 29.04. Вот еще один короткий курс, но такой по актуальной теме. Это дидактика диссертационной работы. Тоже курс по индивидуальному плану. Ну, к сожалению, точнее ничего не могу сказать. Он тоже не привязан ко времени. Ну, и вот еще один курс технологии креативного онлайн-обучения. Это Белоножкин вместе с Татьяной Телегиной. Многие ходили на вебинары Татьяны Телегиной. Здесь у нас были очень интересные вебинары, которые пользовались огромным успехом. Я надеюсь, этот курс тоже должен быть достаточно интересным. Ну, вот и все. Это я немножко сделал Директ-Академии нашей рекламу. Там есть и другие курсы. Вот. Я надеюсь, что вот эту тему тоже достаточно подробно осветил. Юлия Борисовна, вам тоже спасибо. Если есть вопросы какие-то, задавайте мне. Кто спрашивал про мой электронный адрес, вот он здесь есть. УМЦ Директ-Медиа.ру Ну, достаточно запомнить просто три буквы УМЦ. Все остальное как у нас в компании у всех Директ-Медиа.ру. Также со мной можно общаться через... А, вот здесь вот я не написал своего профиля в Фейсбуке. Это страница нашей компании. Давайте я вам напишу еще свой профиль в Фейсбуке, где тоже можно задавать мне вопросы или просто как-то лично по чату некоторым так проще. В данном случае электронное обучение это непосредственная область моих интересов и обязанностей в компании Директ-Медиа, поэтому в данном случае можно обращаться не к менеджеру компании Директ-Медиа, а непосредственно ко мне, ну, либо к Юрию Николаевичу Белоножкину, который тоже этим вопросом занимается. В крайнем случае я передам ему ваши вопросы, если это будет в области его ответственности. Ну вот, я надеюсь, я вас убедил, что наша компания занимается электронным обучением почти так же активно, как и комплектация электронных книг электронными библиотечными системами. Если кому-то интересно любое из бесплатных или платных наших мероприятий, милости просим. Да, я думаю, что вот сегодня был такой совсем-совсем обзор, да, а те наши вебинары, которые посвящены конкретным темам, они будут полезны уже в конкретных областях. ну что ж, ну вы меня прямо захвалили, да, или нашу компанию точнее. Ну мы, собственно, вы знаете, я думаю, что это вот такой вот правительский характер нашего руководителя Константина Николаевича, который в начале этого года учебного сказал, что вебинары идут, до этого мы проводили примерно по пять вебинаров в полугодие, да, сказал, вебинары вроде бы как пошли, нам надо это направление развивать. Ну и честно, честно вам скажу, мне сначала казалось, что это немножко, что не пойдет так много вебинаров, что народ не будет ходить. Ну вот, я рад, что я ошибся, да, и получилось, что по три вебинара в неделю это нормально и люди приходят и всем интересно, значит, будем продолжать эту работу. Что ж, коллеги, давайте тогда, раз вопросов нет, будем прощаться, я надеюсь, что если есть все-таки какие-то вопросы, вы мне их зададите по электронной почте, надеюсь, вас увидеть на наших новых вебинарах и, может быть, на своих и, на чужих курсах, да, приходите еще, приходите 26-го числа, мы начнем говорить об учебном вебинаре. и, мы начнем мы начнем